Здорово, пацаны. Вы на канале Войсер Хабсер и с вами Войс. Вы, как видите, сейчас в целях экономии нотерея на телефоне, на которой я снимаю видео, я уже навел и залил по белке тот кусок, который я буду сегодня делать. И тема сегодняшнего видео у меня такая. В Кэнах есть такая вещь, что, допустим, забитый клапан или, допустим, сломался кусок Кэпа, остался в нем и после этого Кэн не работает. Есть, допустим, такая история, как баллоны, у которых клапанная система типа как у Босни, вообще не знаю, что это за баллонки, это американская дешевая краска, и ими, в принципе, пользоваться уже невозможно. Как можно с ними поступить? Их можно, получается, пробить и резкой струей краски отцепить всю основную часть песка, после чего фоном убрать ненужное и сделать, в общем-то, яркий, необычный кусок. И сейчас примерно я покажу, как это буду делать. Пробивать я буду вот этот вот черный, непонятно какой Кэн, вот этот розовый Голд, душа болит, очень дорогой Кэн, но он неисправный, у него клапан поломан, и с ним, ну, не получится, наверное, дальше работать. И вот этот вот край остаточек атома пробить тоже, потому что он мне просто не нужен. Вот, тут его совсем чуть-чуть, с него и начну, потому что хочу посмотреть, ни разу не пробивал, хочу сам посмотреть, как это будет выглядеть от одного удара, как будет идти краска и как будет запрофе. Ну что, погнали. Раз, два, три. Раз, теперь черный. Раз, два, три. Раз, два, три. И теперь вишенка на торте, розовый. Раз, два, три. Раз, два, три. В общем, как-то так, какое-то такое современное искусство получилось, да? Вот. Сейчас я подожду, когда это все просохнет, сделаю, сделаю общий фон, и после чего сделаю контур, тени, блики, все как обычно, короче. Погнали. В общем, на данном этапе служил это такое длительное смутное месиво. Сейчас я это все дело буду контурить, и будем смотреть на то, что получится в результате. И еще, очень важная инфа. Если вы решите пробивать кэна на кусок, то будет необходимо хорошо встрясти кэн и пробивать верхнюю частью ближе к дну, но ни в коем случае, не самим дном. И пробивать банку надо об какой-нибудь угол или край, или широкий штырь, но совсем острые предметы, типа гвоздей или очень узких штырей, не подойдут, так как гвозди могут застрять в баллоне, и краска польется на вас или мимо, так же будет быстро уходить давление. Ладно, ребят, начинается дождь, вот, кусок в принципе доделал, ну, что там такое, трэш рванина, но мне понравилось, я буду дальше использовать этот эксперимент, вот, с пробитием банок. И, в общем-то, результат я вам сейчас покажу, подписывайтесь на мой ВК, на мою инсту, на мой канал обязательно. Все, всем пока. Короче, чуваки, пришел я домой, значит, посмотрел на результат вот этого вот всего, не говоря уже о том, что дождь прошел. И вот вы можете, в общем, посмотреть, как это все красиво, охеренно выглядит. Я решил прийти и немного переделать и доделать этот кусок, потому что меня его такой, такой результат его не устраивает, короче. Продолжение следует... В общем, в любом случае, я с вами доволен, но сам эффект пробития банки, это действительно очень круто, в будущем я, наверное, пересниму подобное видео, делаю его что-нибудь более лучшее, как бы, чем вот это вот. Главный мой косяк на этот раз, как мне кажется, это то, что я выбрал слишком маленькую поверхность. Гора, задняя его сторона, этого очень мало для того, чтобы сделать, ну, четкий слаженный кусок, этого у меня в первую очередь все не получилось. Вот, во-вторых, после этого пошел густ и все просто, ну, разнялось. В общем, результаты сейчас вы видите, подписывайтесь, лайки, все дела. Пока.